Поиск неземной жизни напрямую связан с поиском и планетной системы. Сама мысль о том, что планета вокруг спестримов, это явление вполне обычное, это представляется и теоретическим моделям спестраклирования, и результатами поиска. В основном, внимание уделяется звездам, подобным нашему Солнцу, и планетам по параметрам, находящим классу землеобразных. Однако самые первые планеты, вне нашей Солнечной системы, были обнаружены у звезд, совсем не похожих на наше Солнце, у пульсаров. Пульсары — это конечная стадия эволюции массивной звезды. Она образуется после взрыва сверхновой. В результате взрыва, в зависимости от массы остатка, образуется либо черная дыра, либо нейтронная звезда, чем является пульсар. Особенность пульсаров в том, что это компактный объект. В диаметре он достигает 10-20 километров. В сравнении диаметра Солнца — в миллион раз больше. Диаметр Земли — в 10 тысяч раз больше. А Земля, планета, небольшая. Плотность пульсара очень высокая. Это примерно ядерная плотность. У него большое магнитное поле, порядка 10-12 гаусс. И также он очень быстро вращается. Период вращения самого быстро вращающегося пульсара, известного на данный момент, равен 760 оборотов за секунду. Может показаться странным, что первые планеты вне Солнечной системы были обнаружены именно в таких объектах. Однако тут главную роль играет характер излучения пульсара. Дело в том, что мы регистрируем очень строго периодические импульсы. Сочетание сильного магнитного поля и быстрого вращения пульсара приводит к тому, что он излучает со сверху полюсов. Магнитный полюсов. И это узконаправленное излучение. Когда конус излучения пересекает луч зрения наблюдателя, мы регистрируем импульс. Основная методика исследования пульсаров — это хронометрирование или пульсарный тайминг. Этот метод очень чувствительен к малейшим изменениям положения пульсара в пространстве. В основе метода лежит сравнение того времени, которое мы регистрируем, времени перехода импульса, с рассчитанным временем, отнесенным к малейшим предположимой системы. В результате этого сравнения мы получаем остаточное уклонение. Для большинства пульсаров остаточное уклонение выглядит просто как штуг без такой же материальности. Однако, если пульсар является частью двойной системы, или если у него есть планеты, или же система планет, то в остаточном планете будет наблюдаться четкая, строгая модуляция. Мы провели тайминг пульсара на 3,29-34 за период с 68-го по 2020 год. Мы использовали данные Jet Propulsion Portrait в США, данные про Калясинскую радиообсерваторию, и большая часть это данные Пушинской радиостремической обслуживания. В результате тайминга мы получили вид остаточного уклонения, в котором чутко виден некоторый период. После того, как мы определили координаты пульсара, собственное движение, период первого-второго производного периода, обычный из остаточных уклонений, то, что соответствовало вариациям собственного вращения пульсара, мы получили вид остаточных уклонений, в которых прекрасно вписывается теоретическая звезда, соответствующая движению планеты с периодом примерно по 28 лет. После этого мы определили основные параметры планеты. Это крейкция большой ТОСИ, непосредственно сам период, эксинкраситет и масса планеты. То есть в этой части работы можно сказать, что пульсарную 3,21 плюс 54 есть, по крайней мере, одна планета. Но здесь возникает вопрос. Образовалась ли эта планета после взрыва сверху, то есть из вещества, сброшенного самой звездой, либо же это планета, которой удалось пережить сам взрыв. Но помимо нахождения ответа на этот вопрос, интересно наблюдать, в принципе, как меняются условия на планетах, которые обращаются вокруг звезд, проходящих в разные стадии своей эволюции. Стадия, которая предшествует стадии сверхновой, это красный сверхгигант. Когда звезда расширяется, ее радиус становится примерно от 100 до 2000 радиусов Солнца, изменяется температура на планете. Мы провели расчеты для температуры планет землеподобных, то есть брали альбедо от геометрической Земли, брали радиус планеты от 1 до 50 астрономических единиц, вычисляли эффективную температуру поверхности планеты. Для этого нам нужно было рассчитать звездным постоянным для красного сверхгиганта и мощность излучения для красного сверхгиганта, с учетом того, что в основном температура патент свез в 3-4 тысячи керцов. В результате получился диапазон температуры для радиуса орбита от 1 до 50 астрономических единиц. Из полученного результата видно, что, например, для близких планет с геометрой поверхности будет больше тысячи керцов. Однако для планет таких, которые находятся на расстоянии примерно до 50 астрономических единиц, температурные условия будут похожи на те, которые сейчас есть в Земле. Однако стадия красного сверхгиганта в космических мерках длится недолго, и после нее следует сверхновь. В процессе взрыва выделяется колоссальное количество энергии, выбрасывается масса звездного вещества в межзвездное пространство на скоростях 10-10-14 метров в секунду. Есть ли у планеты, которая находится на пути звездной массы, распространяющейся с такой огромной скоростью, шансы остаться на работе с Землей? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, к нами была построена модель эволюции планетной орбиты в процессе взрыва сверхнов. Для этого в основе нашей модели лежит профессиональное равнение движения планеты, где в качестве сил мы использовали силу протяжения, то есть силу протяжения между звездой и планетой, силу сопротивления, та сила, которая будет препятствовать движению планеты, когда сброшенное вещество будет проходить через орбиту планеты, и непосредственно сила давления звездного вещества на планету. В модели мы используем коэффициенты КР, это отношение силы сопротивления к силе протяжения, коэффициент КР, отношение силы давления к силе протяжения. Основные формулы, которые используются в модели, указаны на слайде, это давление, сила давления, эффективная точность и сила сопротивления. То есть в нашей модели мы решали задачу двух тем, одной из которых терять свою массу. Потерю массуиков оставлены раз. В течение некоторого времени масса центрального тела остается постоянной, затем она линейно уменьшается. И как только вся сброшенная масса уходит за орбиту планеты, масса звезды снова считается постоянной. В нашей модели было несколько переменных параметров. Это масса и скорость сброшенного вещества, масса и радиус планеты и начальный радиус орбиты планеты. В результате моделирования мы получили те комбинации параметров, при которых планеты остаются на орбите звезды. То есть, например, на примере землеподобной планеты с радиусом 1 радиус Земли, масса 1 радиус Земли, с начальным радиусом орбиты в одну астрономическую единицу, если скорость сброшенного вещества входит в этот геопозон, скорость, то планета остается. Если скорость больше, то планета улетает. Такие примеры в эволюции Орбит получаются в рамках нашей модели. Здесь за единицу приняты начальные радиусы. То есть, например, для этой планеты в 2 радиуса Земли, 8 масс Земли, на начальном радиусе орбиты известны на морские единицы. При такой скорости сброшенного вещества начальная орбита будет выглядеть вот так. После взрыва орбита планеты будет выглядеть дальше, а мы становимся сильнее эволюцией. Это примеры эволюции для Земли. То есть, чем больше скорость сброшенного вещества, тем более единически становится орбита. А так выглядит убегание планет. Это тоже примеры для Земли. То есть, при таких скоростях сброшенного вещества, по-моему, это просто уходит на бесконечности. После того, как мы определили, что да, планета может пережить в зерновь, интересно было посмотреть, как меняются условия на планетах уже после зерновьев и в течение зерновьев. Так, например, какое влияние оказывает на атмосферу ударная волна. Для Земли и землеподробных планет мы рассчитали то, какую скорость приобретет атмосфера после столкновения с брошенным веществом сверхном. Так получилось, что скорости атмосферы будут примерно в тысячу раз больше, чем вторая космическая скорость планет. То есть, при взрыве сверхном мы атмосферу просто уносим. Сама планета при этом не разрушается. Никакой взрыв, по крайней мере, те, которые у нас были промоделированы, планеты не разрушены. Такой же расчет был проведен для Юпитера. Юпитер — это газообразная планета, его газообразная оболочка довольно-таки массивная. И скорость, импульс, который придаст его сброшенное вещество сверхновой, будет недостаточно для того, чтобы унести всю эту газообразную оболочку. Однако, все-таки, какую-то часть массы Юпитер потеряет, проведет расчет. Это расчет при самой минимальной массе сброшенного вещества, самой минимальной скорости сброшенного вещества. То есть, даже при минимальных условиях Юпитер потеряет столько массы только от ударной волны. Так как вспышка сверхновой — это выделение большого количества энергии, то даже если планета остается на орбите звезды, в течение какого-то времени она будет под очень сильным излучением. Поэтому интересно было оценить эффективную температуру планеты уже после того, как произойдет взрыв. Для этого мы взяли снова же форму эффективной температуры, но в звездной постоянной уже использовали вместо мощности значения для разных типов сверхновых. Есть два типа сверхновых, и в зависимости от того, какая будет мощность, получается разная температура. Диапазон температур получился, например, для первого типа сверхновых от 81 тысячи кельвинов до 11 тысяч кельвинов. То есть температура огромная. При таких огромных температурах вещество планеты будет плавиться и испаряться. И, возможно, планета будет терять свою массу. Для того, чтобы оценить потерю планетной массы, мы рассчитали среднюю скорость для молекул — легких и тяжелых элементов. Если эта скорость больше второй космической скорости, значит планета эти элементы будет терять. Так, например, для таких маломассивных планет, как Земля, скорость легких элементов будет больше второй космической. То есть все легкие элементы Земля бы потерялась. Но, например, тяжелые элементы даже для Земли, даже на расстоянии в одной астрономической единице, она не будет терять. Юпитер, массивная планета, не теряет ни легкие, ни тяжелые элементы. И такие промежуточные по массе планеты, как, например, Нептун, то есть примерно 20-21 милей, в зависимости от расстояния легкие элементы терять будут. То есть нами был проведен тайминг пульсара на 30-34. Мы подтвердили наличие, по крайней мере, одной планеты. Там просто есть еще некоторые сомнения, что есть не вторая. Определили ее параметры. Рассчитали эффективную температуру поверхности планеты на стадии красного света деганта. Построили модель эволюции планетной орбиты при взрыве сверхнов и определи те параметры, при которых планета выживает, то есть остается на орбите звезды. Оценили влияние ударной волны на атмосферу планеты и получили значение эффективной температуры поверхности планеты уже после взрыва сверхнов.